Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня радость! Мне прислали очередной подарок, я хочу вместе с вами его открыть. Антонио, огромное тебе спасибо за то, что прислал мне подарок, мне дико приятно. И сейчас я попытаюсь догадаться, что там и сделать ставку. Дело в том, что недавно я выложил видео по поводу вот этого вот особого предложения. И в этом особом предложении есть 4 контейнера, 2000 золота и Теслаган. И я говорил по поводу того, что это очень-очень нормальное предложение, если рассчитать его на калькуляторе. В то же время Антонио знает по поводу того, что мне не сильно фартит на контейнеры, точнее мне совсем на них не фартит. Но он несколько раз присылал мне все-таки эти контейнеры в надежде на то, что он сможет переломить вот этот вот момент моего невезения. Потому что за 8 лет мне реально выпала одна машина на большом количестве аккаунтов. И мне это, честно говоря, уже поднадоело. И контейнеры, я понял, что это дело не мое, как я уже говорил, поставил на них крест. Так вот у меня есть подозрение, что Антонио все-таки хочет добить вот эту тему контов. И я так понимаю, что сейчас, когда мы откроем с вами данный подарок, у нас будет с вами возможность еще немножко контейнеров пооткрывать. Ну что, открываем подарок, смотрим, что там. Я вот больше чем уверен, что там будет этот набор. И я буду этому безумно рад. Ну что, давай, дропайся. А нет, ребят, нет, нет, нифига, нифига не этот набор. Антонио, спасибо тебе большое, что ты решил не раздалбывать мою нервную систему. Ребят, Антонио подарил мне особые пропуски. И мне это дико приятно по одной простой причине. Потому что это действительно в моем случае, как чувака, не фартового гораздо лучше. Вот в разы лучше, чем вот тот набор, из-за которого я бы, скорее всего, даже расстроился. Потому что я больше чем уверен, что из четырех контов мне бы не упало ничего. В своем пропуске, ребят, я немножко уже попотел. Я выполнял боевые задачи. Дошел до 15-го левела. Если посмотреть на мои боевые задачи, то я выполнил даже вот эти вот задачки, которые за особый пропуск. Но не забрал их по одной простой причине. Потому что у меня особого пропуска не было. А получить у него у меня нет технической возможности. К сожалению, на данный момент я полностью со связанными руками в отношении того, чтобы задонатить в игру. Забрали у меня такую возможность исключительно технически. И вот теперь, ребят, у меня есть возможность дозабрать. Сейчас заберем сначала вот эти вот три пункта. Теперь переходим сюда. И у меня есть возможность дозабрать еще дополнительно три. И я забираю параллельно с этим АМХ 40-го. И, кстати, этим ставится точка в моей коллекции коллекционных танков на четвертом уровне. У меня сейчас из коллекционных и премиумных танков не хватает только Гризли. Но это премиумный танк. А коллекционки четвертого левела средние я уже собрал все. Я плюс к тому получаю от Антонио 600 голды. Кучу всякой всячины. Икс 5. 1.250.000 серебром. 18.500.000 свободки. Короче говоря, все, что мне, в принципе, причиталось за выполненные боевые задачи, все забираю. Мне осталось довыполнить еще боевую задачу одну на то, чтобы победить и выжить в четырех боях в превосходстве. И я думаю, что я это успею. Сколько у меня там времени остается? Остается у меня два дня. Я думаю, что за два дня я, в принципе, справлюсь с этой задачей. И плюс к тому Антонио дает мне возможность забрать в будущем Эпсилона. Поставить на него каму, который я заберу на 55 уровне. И таким образом он у меня превратится вот в такую вот чумовую классную внешнюю машину. Мне, в принципе, и Ношхорн всегда нравился как машина. Какой бы картон не был, как бы его не обгаживали. И что самое интересное, что у этого Эпсилона будет еще и вот такая вот штукендрюция летающая. Правда, не знаю, она будет летать только в ангаре или все-таки в бою она будет летать. Тогда, получается, и обвес у меня халявный будет. Короче говоря, ребят, наш с вами вот этот вот момент открытия подарка потихоньку превращается, ребят, в обзорчик на четвертый левел. И к этому вопросу мы вернемся буквально через пару минут. Мне надо пару минут для того, чтобы подготовить основу и базу. И мы сразу сейчас с вами приступим к обзору данной машины. И обязательно выкатим ее из ангара. Ну что, дайте мне две минутки. Я сейчас вернусь. Как говорил Карлсон, продолжаем разговор. Итак, АМХ и начинаем его честный обзор. Первое, что я для себя решил, я не буду одевать на него ни один из камуфляжей, которые у меня есть. У меня есть огромное количество камуфляжей. Я могу одеть на него, в принципе, все, что угодно из того, что у меня сейчас пылится в моем хранилище. Но для себя я, знаете, что понял? Что данная машина в целом, особенно с учетом того, что это последний средний танк четвертого уровня, которого мне не хватало до полной коллекции коллекционных машинок четвертого левела средняков, он останется у меня вот в таком вот внешнем виде, потому что вот это и есть его легендарный внешний вид. Это настоящий вид французской машины в нашей игре. Это исторический цвет техники Франции. И мне нравится вот этот полузеленый, полусерый цвет машины, с учетом той ржавчины, которую сюда подобавляли. И действительно в этом внешнем виде он максимально аутентичен. И он мне нравится именно таким. Может кто-то захочет побросаться в меня гнилыми помидорами в комментариях, милости просим. Ну а лучше напишите свое мнение просто. Согласны вы со мной или не согласны и обойдитесь без помидор. Что касается, ребят, орудия по данной машине, это просто, ну, унылая унылость. Потому что с учетом установленного оборудования, амуниции, максимум того, до чего я смог его довести, это 4 секунды время сведения. Разброс больше, чем 0.4, целых 0.435. Урон в минуту 890 единиц. Это просто унылая унылость. И связана эта унылая унылость не с тем, что в принципе сама альфа в 150 единиц это классно. Потому что 160 единиц альфа на 6 уровне у коллекционных машин, те, которые, допустим, в батл пассах идут. Здесь же на 4 уровне такая альфа. И это действительно прикольно. Но было бы это прикольно тогда, когда время перезарядки не было бы, блин, с полкилометра в целых 10 с копейками секунд. Это действительно крайне-крайне уныло получается вот в процессе боя. И сейчас мы к этому вопросу вернемся, когда выкатимся из ангара. При этом, ребят, бронепробитие тоже вроде бы не сильно блещет. Но я больше чем уверен, что на 4 уровне этого достаточно. Если вдруг даже недостаточно, можно поставить себе кумулятивные, которые не особо дорого стоят. Да и в принципе 4 уровень это больше про удовольствие и про фан, а не про фарм. Поэтому жалеть стрелять голдовыми снарядами, которые вы оплачиваете серебром, я бы вам на 4 уровне в принципе не рекомендовал. Таким образом получается, что повышая себе бронепробитие, у вас падает альфа всего лишь на 20 единиц. Я бы сказал, что это не сильно много, но все-таки, ребят, при ДПМе в 890, наверное, это все-таки существенно. Что касается угла склонения вниз, минус 7, это довольно интересно и довольно хорошо. Потому что в песочных боях вам часто приходится ездить по каким-нибудь там горкам, барханам и так далее. И в целом вот этих вот в процессах езды очень сильно не хватает порой углов склонения. Не потому что хочется отыграть от башни, а просто потому что целиться крайне неудобно. Что касается, ребят, брони по данной машине, то я бы сказал, что броня, несмотря на то, что многие говорят, что это сущий картон и брони нет, то вы для этого сделайте вот так вот. Посмотрите, что собой представляет Т-28 образца 1940 года. Это тоже коллекционная машина того же уровня и вы поймете, что такое брони нет. Так вот здесь броня, она, в принципе, она еще здесь есть. Да, очень много серых зон и вот так вот с лба, особенно пятерками, пробивается просто вот так вот серый кусок вот такой вот видите перед собой. Да, в башню там пробить очень сложно, здесь очень много разного рода приведенки. И приведенка очень довольно-таки неплохая, аж до 150 доходит. Но зачем целить в башню тогда, когда вот здесь вот спереди у тебя есть просто жирдосный вот такой вот серый пятак. В него отбрасывай, да и счастье себе сыщешь. Что касается бортов, то здесь, в принципе, все вполне себе даже однозначно. Приведенка никакая тебя не спасет, хотя углы склонения, как видите, здесь добротные. Что касается кормы, да, это не прям замануха для фугасов, но в целом, ребят, он по кругу, я бы сказал, плюс-минус картонен. Это уже так вот, знаете, если справедливо и положа руку на сердце. Да, безусловно, как я уже говорил, не Т-28, но все-таки и не Маус, да. Но, ребят, что мы хотим-то на четвертом левеле? Давайте посмотрим на М3 Ли. Это средний танк, но по большому счету это больше похоже на ПТ-шку в нашей игре, потому что, ну, у него только ствол поворачивается вот так вот вправо-влево. По большому счету это ПТ, но отнесли ее исторически именно к средним танкам. Есть А-32, который сейчас есть у нас, ребят, на продаже, и он существенно хуже по броне, чем наш герой АМХ-40. Ну и, безусловно, есть самый крутой на уровне, это АЦ-1 Сентинел, которого раздавали всем бесплатно. И эта машина действительно обладает и броней какой-никакой, и скорострельностью, и ДПММом. О, господи, ДПММом. Это сказанно. ДПМом. Довольно-таки неплохим на уровне. И это подтверждает вот эта сравнительная таблица. Как вы видите, все ребята, которые, допустим, по А-32 включительно, если вот так вот отрезать, да, это все коллекционки я выставил. И здесь вы прекрасно видите, что наш АМХ-40, он отстает существенно в ДПМе от всех. Он даже отстает от А-32, у которого ДПМ и так, в принципе, не блещет. У трех же товарищей на уровне, в том числе и, в первую очередь, у товарища Сентинела, у них больше 1100 ДПМ, а у этих двух вообще более 1200. Здесь у Сентинела практически 2300. Короче говоря, ни в какое сравнение. Гризли тот же самый. Несмотря на то, что все ругают его за крайне низкий ДПМ, он все равно круче, чем АМХ-40. И даже проходные машины имеют ДПМ выше. И я бы сказал, опять-таки, танцуют от 1100. Ну, буквально 3 единицы не детекивают лагу. Но это поправимо, если вы поставите туда соответствующее оборудование, амуницию. Короче говоря, в любом случае, АМХ-40 по ДПМу самая унылая машина на уровне. И с этим никто абсолютно не спорит. И знаете, какой парадокс у этой машины? Она еще и подвижностью ни хрена не обладает. 35 скорость. Это при том, что у всех остальных, начиная от 38, у М3Ли, которого все просто проклинают за его несущественную подвижность, унылость. И, короче говоря, самое-самое плохое, что можно сказать про подвижность машины, говорят в отношении М3Ли. Ну и, ребят, что касается доходности. Целых 130 процентов. Ну, есть ребята, которых, допустим, 133 у А32. То есть, они, в принципе, рядом валяются. Но мне почему-то кажется, что она 32, все равно получше будет фармиться. Поэтому не то, чтобы вы прямо в плюсе выезжали из боя, но, по крайней мере, не в существенном минусе. Ну и Сентинелл со своими 155, опять-таки, просто-таки обскакал на 3 головы АМХ-40. Единственное, что меня очень сильно удивило, так это, ребят, процент побед. Обратите внимание, это просто чума какая-то. 54-71, практически 55 процентов. Круче играется только Type 1, да, и вот, пожалуйста, М7. А все остальные играются хуже. Процент побед просто в заднице какой-то находится. Уж по-другому это не назовешь. Но есть одна, я бы сказал, огромнейшая бочка дегтя в нашей ложке меда. Это, ребят, количество игроков. И здесь сразу все становится понятно, потому что на АМХ-40 за последнее время играло всего лишь 14 игроков. И отсюда, ребят, вот такой вот процент побед. И мне кажется, что не так уж много боев было сыграно. Соответственно, ребят, вот отсюда и результат того, почему вот такой вот задранный процент по победам. Как вы видите, все остальные машины имеют существенно большее количество игроков, которые играют. И я больше чем уверен, что нашего малыша-француза все просто продают для того, чтобы получить за него компенсацию голдой. И не более того. Но если вы, допустим, соберетесь его продавать, то продадите вы его всего лишь за 100 золота. И продавать коллекционную машину, которая может украшать ваш ангар за какие-то, по сути, 2 дня просмотра рекламы с телефона. Но я считаю это, я не знаю, обидным для данного малыша. Ну ладно, это мое скромное мнение по поводу коллекционных машин. Я вообще не люблю их продавать. И никогда не зарюсь на голду, сколько бы там не предлагали. Но это выбор каждого. Я же очень сильно люблю и песочные машины, и коллекционные машины в этой игре. Я не являюсь коллекционером в стандартном понимании этого. Я просто ценю каждую машину, вне зависимости от того, на каком уровне она находится. И когда я их получаю, ну у меня просто рука не поднимается, избавиться от них, даже временно, ради каких-то там 100 или 200 золотых монет. Я не настолько как бы в них нуждаюсь. Да, я не богат, я не часто доначу, мне не прилетает по миллиону голды от там Wargaming или еще что-то типа того. Но просто 100, 200, 300 голды, оно не стоит того, чтобы продавать эту машину. Я лучше эту голду получу, как я уже сказал, просматривая какие-то рекламные ролики. Может быть, когда-нибудь, когда мне прям совсем нужна будет голда, я продам какую-нибудь машину в уши по уровню, получу больше золотых монет, куплю что-то другое, насобираю и верну ее обратно. Но уж точно не буду продавать малышей, которые копеечные. Ну что, четвертый уровень закидывает очень долго, с этим у нас в игре до сих пор очень сложно. Не знаю, что себе на эту тему думают разработчики, но буду надеяться на то, что они это когда-нибудь все-таки поправят. Ну а мы дожидаемся входа в бой и попытаемся реализовать АМХ по полной. Хотя, возможно ли это? И так, друзья, наконец-то попали мы в бой и... Но какой же он все-таки красивый. Ну реально красивый, милый, классный и Ути его называют однозначно не зря. Единственное что, что Ути, они плавают существенно быстрее, чем едет этот товарищ. И даже когда вы его раскачегарите, его вот эти вот 33 километра в час, ну они просто ни в какое сравнение, допустим, сравнению с тем же самым АЦ-1 Сентинел. Но, ребят, не в этом все-таки интерес данной машины. И, наверное, интерес даже не в том, чтобы там много урона какого-то набрасывать, а он на это не способен. Наверное, интерес просто в его внешнем виде. И пускай я под горку еду сейчас прям совсем-совсем уныло. Но мне нравится, ребят. Я не знаю почему. Просто получаю какое-то моральное удовлетворение. Кто-то будет надо мной смеяться, что ехать со скоростью 7 километров в час под горку, что тут может быть хорошего? Нет, ребят, это все равно, что взять тот же самый горбатый Запорожец, да, который едет прям совсем-совсем уныло. Но все-таки ехать и получать какое-то моральное удовлетворение от того, что ты даже, пускай, вот так вот уныло и худо-бедно передвигаешься по карте. Не знаю, ребят, что я сейчас смогу сделать в пределах данного боя. Углов склонения сейчас мне хватает только тогда, когда я через вот этот вот маленький вот такой вот ухабчик переехал. В то же время я сейчас не получил пробития на целых 65 единиц, ребят. А для этого уровня это круто, ребят. Что касается того, чтобы отбрасывать на дальнее расстояние, когда я сейчас свелся, у меня все нормально получилось. Понятное дело, что против Матильды мне противопоставить нечего. Зараза очень пробивная, крайне скорострельная. Что сейчас с этим всем делать, я не знаю. Поддержки, по большому счету, у нас нет. Ребята здесь остановились. Даже вот почему-то Матильда наша играет как ПТшка. Я не знаю, в чем прикол. Наверное, парень или девчонка не совсем понимают, что такое Матильда в нашей игре на четвертом уровне. И что эта машина ни в коем случае не предназначена для того, чтобы вот так вот отстаиваться, где-то на горке, играя в ПТ. Ну ладно, придет время, может осознает, не придет. Ну, значит, не осознает. Ну и как-то переживет, поднимаясь на уровень выше. Главное, чтобы когда он дальше пойдет по уровню, он все так же не стоял в кустах на тяжелых танках. Так, бросаем. Куда там бросаем время-то сведения у нас с километром. Хотя даже без полного сведения, обратите внимание, я четенько забросил сейчас снаряд туда, куда надо было. И реально был очень сильно этому удивлен. Так, ну что, встречаем, ребят. Слушайте, бодро, классно отбрасывает. Да, пускай время перезарядки крайне долгое, но обратите внимание, рикошеты какие-никакие все-таки есть. Время перезарядки оставляет желать лучшего, но все-таки оно позволяет играть. Мне почему-то кажется, что результат по бою я должен получить плюс-минус нормальный. Пускай даже мы сольемся. Вся то, что мы сольемся, это уже, по-моему, факт решенный. Не появится он, не захочет подлазить. Попытается сейчас вот этот пойти в раш. Слава богу, не пробили с первого раза, но все-таки все две тычки оставшиеся я на себя принял. Углы склонения не сильно удобные, хотя вроде бы 7 должно было быть нормально и приемлемо, но, к сожалению, нет. Буду быковать по одной простой причине, потому что по-другому меня просто сейчас в корму поразбирают. А мне надо попытаться хоть что-то сделать. Может, даже вот этого товарища заберу. Нет, не получилось. Ну, слушайте, танк превратился в решето. Реально в решето. Но давайте будем говорить откровенно. Определенное количество урона в меня все-таки не воткнули. И это уже позитив. Потому что я откровенно рассчитывал на худшее. И, как я понимаю, в принципе, если ты мансишь, рамбуешь, ну, что-то пытаешься, короче, сделать в бою, то в целом длительность твоей жизни в бою она существенно таким образом улучшается. Есть такие машины, на которых ты крутись, не крутись, нифига у тебя не получится. Я не хочу сейчас навешивать никаких ярлыков, но, по-моему, именно из-за этой Матильды мы сейчас и сдулись. Если бы Матильда с нами поехала на горку и помогла горку продавить своей броней и скорострельностью, я думаю, что результат боя был бы совсем другим. Теперь давайте посмотрим на результаты того, что я получил в результате катки, которая сейчас состоялась. Я не рассчитываю прямо на какие-то горы там чего-то, но я больше чем уверен, что в свои топ-3 я точно должен был попасть по урону. 987 единиц. Это с учетом того, что этот ДПМ, как я уже сказал, самый низкий на уровне. У этой машины, простите, ДПМ самый низкий на уровне. По результатам фарма я не ушел в минус, и меня это радует. Я получил удовлетворение от игры. Мне не пришлось использовать голдовые снаряды, хотя я тому был, опять-таки, удивлен. И при этом всем я остался в плюсе. Ну, ребят, по-моему, все нормально. Если вот так вот чисто ради интереса заехать на катку 2 раз в пару месяцев и не остаться в минусе при этом. Хотя, честно говоря, я бы, наверное, на АМХ 40 заезжал и в минусе даже оставался бы. Пускай даже на минус 20 серебром. Я готов заплатить 20 тысяч серой ради того, чтобы получить удовлетворение от самого боя. Что касается, ребят, того, что по результатам команды. Я вообще охранительный пацан, а АМХ просто суперская машина. Я на первом месте в команде по урону. Но только обратите внимание, то, о чем я говорил. Матильда в противоположной команде, которая сыграла агрессивно и грамотно сыграла, ну, не считая того, что подставляла постоянно борт, накосила практически столько же, сколько и я. Ну, а наша Матильда накосила всего 300 единиц урона. А если бы она сделала вот так вот, то я думаю, что мы смогли бы этот бой все-таки вытянуть. Ну, были бы, по крайней мере, хоть какие-то шансы. В любом случае, сейчас речь не о Матильдах, речь о АМХ. И скажу вам так, да, пускай это не имба по передвижению, да, пускай это не имба фана, вы не настреляете огромного количества урона, но если вы любите коллекционные машины, эта машина однозначно вам зайдет. Если вы уже задонатили, допустим, там, в боевой пропуске, получили себе данную машину, ну, я не рекомендовал бы вам все-таки продавать этого малыша веселого всего лишь за 100 голды. Ну, все-таки 100 голды, это не так уж и много. Возможно, вы продадите его ради того, чтобы освободить место в ангаре. Но все же, ребят, если данная машина вам досталась, так что у вас нет необходимости при этом покупать себе дополнительные слоты в ангар, то все-таки 350 золотом, а именно так можно посчитать, 250 за слот в ангаре и сотку за машину, ну, 350 голды не такая уж и большая сумма в нашей игре, чтобы продавать данного красавчика. А на данный момент у меня все, это было абсолютно честное мнение по поводу АМХ-40, самой унылой машины на четвертом уровне среди коллекционных средних типов, но все-таки самой веселой по внешнему виду. Друзья мои, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока!